Слава нашему Господу! Наблюдая за праздничной программой, атмосферой, праздничными песнями, конечно, мое сердце наполняется радостью и благодарностью и молодежи, которая потрудилась, создав праздничную обстановку в зале. И особая благодарность, конечно, и хору, который потрудился по силам и сверхсил для того, чтобы приготовить такие пения на праздник, это все имеет свою ценность. Но мое сердце посетило мысль и понимание, что Рождество – это далеко не то, что мы готовы и можем и хотим сделать во имя Господа. Рождество, по сути своей, это то, что Бог сделал для нас, Бог сделал для рода человеческого. В основании нашего праздничного размышления хочу прочитать текст Писания, записанный в классическом описании событий Рождества, 2 глава, Евангелие от Луки, 13 и 14 стихи. Луки 2, 13-14. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу! На земле мир и в человеках благоволение. Аминь». Занимайте, пожалуйста, места. Знаете, наблюдая за миром в преддверии праздников, будь то Рождество, будь то Пасха или другие, весьма значимые, глубокие праздники души. Не всегда можно заметить, можно увидеть суть происходящего. Далеко по-разному люди празднуют очень серьезные праздники. Знаете, примерно месяц назад меня нашел один человек из города. Он строитель, он много лет проработал в России на стройке и очень искал работу. Как-то он, не знаю, нашел мой телефон, говорит, у вас нет работы по строительству. Ну, как-то была работа, я ему предложил, вот, выполняй работу. Он неплохой мастер, выполняет работу. И примерно 20 декабря он перестал выходить на работу. Я звонил 2-3 дня, дозвонился, через несколько дней спрашиваю, Иван, что случилось, ты заболел? Ну, он с трудом отвечал по телефону, он говорит, он украинец, хохолый, говорит, Андрюша, так праздники же начались. Он с трудом еще не может отвечать сегодня мне тоже, потому что по телефону он мне сказал, он знает, что я христианин, что я почитаю Бога немножко по-другому, не так, как он, но он мне отвечает по телефону, ну, ты же знаешь, что мы немножко по-другому празднуем, чем вы, а как празднуем мы, как события Рождества проходят через твое сердце в эти дни, не через голову, не через глаза, видим мишуру этих праздников, много лампочек, даже фейерверки красивые пускают, еще какие-то украшения. Как переживаешь праздник Рождества ты сегодня? Думаю, это принципиально важный вопрос, который интересует не меня, хотя и меня волнует, но это интересует Бога. Что ты делаешь? Что ты думаешь? Как ты поступаешь? Что ты представляешь в своем понимании праздник рождения Мессии? И, друзья мои, я подумал, что немножко ближе, немного серьезней переживать праздник Рождества способен только тот человек, который хоть чуть-чуть познакомился с виновником этого праздника, хоть немного ближе познакомился со Христом. И если ты на этом праздничном служении, я думаю, что ты так или иначе знаком со Христом. Если не лично, то по наслышке очень хорошо знаком. Вы знаете, по наслышке очень много людей слышали о том, что должен прийти Мессия, о том, что должен прийти Избавитель. И вот так по наслышке они пропустили приход Христа, его рождение на земле. Помните слова Христа, который скажет, глядя на этот сбунтовавшийся греховный мир, пришел к своим, а свои не приняли. Он говорит, пришел к своим, а свои не приняли. Другие себе имеют дома и замки, а сыну человеческому негде было что? Головы преклонить своей. Ученики, когда ходят с ним по земле, говорят ему, учитель, а где ты живешь? А он говорит, пойдемте, покажу. Я на самом деле не знаю, что он им показал. Показал в пустыне камень, у которого он молился, или показал в саду Гевсиманском те оливковые деревья, под которыми он склонял колени. Что он им показал, я не знаю. Но он сказал публично, что ему на земле не нашлось места, где преклонять головы. Как сегодня ты готовишься к встрече Христа? Как сегодня ты переживаешь очень скорые события на этой земле? Друг мой, даже если Бог придет после твоего ухода с этой земли, даже если Господь придет после, как ты покинешь землю, тебе обязательно придется встретиться Христом там в вечности. Так говорит Библия, так говорит Священное Писание. Молюсь сегодня о том, чтобы размышления о событиях Рождества сегодня прошли не только через твою голову, через твои уши, что ты слышишь, но пропусти их через сердце. Пропусти их через сердце, потому что именно это состояние людей ожидает Господь. Именно этого Христос хочет увидеть в твоем праздновании Рождества. Какое значение, какой смысл имеет Христос в твоей жизни? Какую Он роль играет? Или какую ценность Он представляет для тебя? А в празднике Рождества это особенно заметно. Возможно, ты многое приготовил к Рождеству. Новую одежду или хорошие подарки друзьям сделал. Думаю, неплохой обед, приготовленный у всех праздничный. Так, думаю я. А что еще мы приготовили к празднику Рождества Христова? Как еще мы думаем отметить или пережить в эти праздничные дни? Друзья, в прочитанном тексте не людьми, не людьми, а небожителями нам с вами провозглашена была тайна Божья. Для нас с вами прозвучала благодать Божья или дар Божий, который явлен был в рожденном младенце, в рожденном Иисусе Христе. Хочу, чтобы мы сегодня еще раз оживили в нашем сознании, в нашем сердце те дары благодати Божьей, которые явлены были миру в рожденном младенце. Именно об этом пели ангелы там, на полях Ифлиемских. Они пропели три удивительные духовные истины, удивительные дары благодати Божьей. Первое, о чем пели ангелы, слава вышних Богу. Слава вышних Богу. Именно посредством этого дара благодати Божьей нам открыт доступ к той благодати, которая сокрыта была от веков. Более того, хочу сказать, в эту благодать Божью хотят проникнуть даже ангелы, но от них это скрыто, а тебе открыто. Тебе открыта благодать Божья. Послание к евреям, 3 глава, 10 стих, с 10 стиха и ниже, евреям 3, 10 и ниже. Мы читаем такие слова. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах». Через церковь что-то стало известным на небе, слышите? Чтобы через тебя и через меня о чем-то узнали ангелы, стало известным на небесах, многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он, то есть Отец, исполнил в ком? Во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем что? Дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Слава Ему! Через Иисуса Христа нам с вами открыто небо, слава Вышних Богу, тебе и мне подарено право прославлять живого Бога. Ты слышишь это? Тебе и мне открыто небо, чтобы ты мог приблизиться к Богу, войти в Его присутствие и просто пребывать с Ним во веки вечные. Так говорит Библия. Вот что пели ангелы на полях Вифлеема. Нам с вами открылось небо, чтобы через церковь стало известным на небесах, начальством и властям на небесах, что нам с вами открыт доступ к благодати Божьей. Это первое, о чем пели ангелы. Друзья мои, в этих словах кроется глубочайшая любовь Бога, глубочайшая любовь Бога, которая была скрыта от людей до того времени. На самом деле скрыта. Об этом говорит апостол Петр в первом своем послании. В первом своем послании первая глава 12 стих. 1 Петра 1.12 Им открыто было, что не им самим, апостол Петр говорит о людях древних, что им через пророчество было открыто что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желает проникнуть и ангелы. Вот что говорит Господь даже ангелы хотели узнать что такое благодать Божья и вот она явлена в лице Иса Христа явлена миру благодать Божья слава вышних Богу пели ангелы это спасение наше это спасение рода человеческого друзья мои насколько вознес насколько превознес Бог человека даже над небо жителями чтобы нам с вами вернуть тот образ и подобие который мы потеряли вернуть образ и подобие Божий который мы потеряли посредством греха посредством отступления от Бога но в Иисусе Христе Бог возвращает человеку доступ к той благодати в которой апостол Павел говорит мы стоим и и хвалимся ею благодатью Божью вот что получил мир что получил ты и я в лице рожденного младенца слава вышних Богу еще один дар благодати Божьей это мир земле мир земле пропели ангелы друзья мои мы все с вами являемся свидетелями того как истинная понятие мира на земле становится с каждым днем огромнейшим дефицитом огромнейшим дефицитом и мир теряют не только люди которые вчера говорили или клялись друг другу в любви между мужем и женой а завтра говорят ненавижу ненавижу не могу жить с тобой в одном доме не хочу носить фамилию твою я не хочу вспоминать тот день который я обещал тебя любить до конца дней но мир сегодня нарушен и между людьми проживающими рядом людьми которые находятся по ту и по другую сторону государства и как будто родные народы а сегодня идут и убивают друг друга вот что такое мир без Бога вот что такое жизнь без Бога Библия очень много раз делает акцент на том что когда человек согрешил перед Богом когда человек стал преступником в глазах Бога он потерял мир с Богом друзья мои когда рушится этот вертикальный мир с Богом ничего невозможно удержать горизонтально ничего не удержишь не думай что ты мудрее кого-то сильнее кого-то не думай что у тебя любви больше поэтому тебе хватит способности кого-то вмещать кого-то любить кого-то нести это ужасный обман лукавого только восстановив мир с Богом мир с Богом мир с Богом человек получает способность пользоваться иметь и другим нести мир который принес Иисус Христос рожденный воплощенный там на полях Вифлеема это была одна из наивысших целей прихода Иисуса Христа на землю принести мир в земле принести мир в земле мир между людьми мир между детьми родителями мир между соседями мир между сотрудниками на работе мир между странами и все так мы сказали обретается или имеет смысл лишь только тогда когда человек восстанавливает мир с Богом мир с Богом во втором послании к Римской церкви апостол Павел скажет такие слова 5.19 2 Коринфянам 5.19 потому что Бог во Христе потому что Бог во Христе примирил с собой мир в Иисусе Христе Бог примирил с собой все человечество не вменяя людям преступлений их и дал им слово какое слово примирение он дал им слово примирение у тебя кто познал Иисуса Христа есть слово примирение у тебя есть слова примирения У тебя есть сила для примирения, у тебя есть способность от Бога для примирения. Христос в Своей Нагорной проповеди скажет эту заповедь блаженства. Он скажет эту неотъемлемую способность, которую получает человек во Христе. Блаженны миротворцы, блаженны люди, которые способны принести мир там, где его нет, там, где днем нуждаются. Рожденный Христос с Собою принес мир, истинный мир, которым пользуется человек сегодня, благодаря которому человек сегодня имеет доступ к Богу. Он примирен с Богом. Во Христе Бог примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Есть ли сегодня что-то похожее на состояние этого мира в твоем сердце? Есть ли что-то сегодня похожее в твоих отношениях между тобой и любимым человеком? Человеком, с которым ты делишь одну постель, одну кухню, один хлеб? Есть ли сегодня этот мир между вами? Есть ли сегодня мир между родителями и детьми в твоей семье? Есть ли сегодня мир с людьми, которые встречаются с тобой на пути в жизни? Они хотят еще раз с тобой пообщаться? Они хотят к тебе вернуться и сказать, что тебе что-то есть особенное. Я бы хотел провести немножко больше времени с тобой. Это дает Бог. Это дает Христос, который родился, умер, воскрес и вновь грядет. Он дает этот истинный мир. Послание филиппийцам, 4 главе, 7 стиха и ниже. Мы читаем такие слова. Филиппийцам 4, 7, 8. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Слышите, что соблюдет сердца наши? Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Помышления наши. О чем ты думаешь сегодня? Что проходит через рой мыслей в твоей голове? И здесь Господь говорит. Вот о чем помышляет человек, который имеет мир в своем сердце. Наконец, братья мои и сестры, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляете. О том помышляете. Пережил ли ты этот мир с Богом? Это примирение с Богом? Друзья, хочу удостоверить сегодня каждого присутствующего, что лишь примирившись со Христом, как личным спасителем, человек способен не только иметь мир в своем сердце, он способен и других людей примирить между собой. Он способен и другим людям принести мир, который дает Господь. Господь не случайно привел тебя на это служение. Господь не случайно позволил тебе оказаться на этом празднике, чтобы еще раз услышать, что принес рожденный младенец на землю или в лице рожденного спасителя обрел человек. Он обрел доступ к Богу, он обрел право находиться в присутствии Бога, он обрел истинный мир в сердце. Еще один дар благодати Божией, который обрело человечество в рожденном младенце – в человеках благоволение. Вы когда-нибудь задумались над этой фразой, над этим термином «благоволение»? Буквальное значение этого слова означает «добрая воля», «доброе расположение». Как-то общаясь с одним человеком в городе, он не очень такой известный, но этот человек, общаясь, говорит мне, мы вчера были на ужине, не будем говорить имени, это было не в наши дни, мы вчера были на ужине с мэром города, ну и рассказывай что-то там. И что? Ты знаешь, какие там люди были, да. Я приветствовался на то время с первым премьер-министром, тоже здесь в городе находился, я приветствовался с премьер-министром. Вы знаете, человек, который протягивает вам руку, у него заведомо есть какое-то расположение к вам, даже если есть и фальшивое. Но есть расположение. И люди порою так гордятся, они такие значимые в своих глазах, потому что к тебе протянул руку какой-то человек по известной фамилии, имени и посту в этом обществе. Друзья, прислушайтесь к этому выражению. В человеках благоволение. Чье благоволение? Бога. Расположение доброты своего сердца, Бога к тебе явлено в лице Христа. Может ли быть что-то важнее для человека на этой земле? Благоволение может быть для человека что-то более значимое, чем расположение Бога, ты получил, не заслужил, получил просто так. Благоволение – это Бог расположил человеку свое сердце. Бог расположил человеку свое сердце. Ты помнишь, где об этом написано, как он расположил свое сердце? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Ему! Это благоволение Бога, это расположение Бога к тебе, ко мне, ко всем людям. А сколько сегодня людей радуются тому, пусть не очень красивое слово, но гордятся тем, что Бог явил к тебе свое благоволение. Апостол Павел, помните, скажет, чем он хочет и готов хвалиться только Господом Иисусом Христом, притом распятым. Это благоволение Бога, пропусти через сердце эту мысль. На что пошел Бог, чтобы вернуть тебе примирение с Ним? Чтобы вернуть тебе прежнее состояние чистоты и святости? На что пошел Бог? Нет, ты не представляешь себе. Я не могу себе этого представить. Я не могу себе представить этого унижения в лице Бога. Этого унижения Бога воплощения в человеческое тело. Мы себе этого не можем представить. Конечно, я думаю, что всякий человек хотел бы, он бы как-то мечтал бы быть похожим на Бога, правда? Он же святой, абсолют святости, чистоты. Я бы очень хотел быть похожим на Него. А ты представляешь себе, что происходило в этой голове Бога, в этом сердце Бога, когда Он принимал решение быть похожим на тебя или стать подобным тебе? Сколько нужно было смирения? Сколько было нужно себя унизить, чтобы прийти на землю и воплотиться в образ человека? Все это называется любовь. Это называется безусловная, бескорыстная любовь Бога. Благоволение. Благоволение. Святой Бог взял на себя Твою и мою вину. Святой Бог и сегодня пред Отцом Небесным ходатайствует. Слышали такое слово? Ходатай. Когда ты сегодня согрешаешь и падаешь, будучи Сыном Божьим, Дочерью Божьей, Отец говорит, виновен, виновна, а Христос говорит, нет, я за Него умер. Он ходатайствует сегодня пред Отцом Небесным. Так говорит Библия. Соделался ходатаем за нас с вами. Святой Бог приготовил тебе и мне место на небесах. Так говорит Библия. Приготовил тебе место. Это не особняк на тысячу квадратных метров. Это не комнаты, одетые золотом и хрусталем. Нет, это куда дороже. Это куда дороже место, которое приготовил Бог, любящим Его и ожидающим явления Его. Это Бог, воплощенный Бог, который вил к тебе свое благоволение. Люди из древности порою больше понимали или представляли себе благоволение Бога, чем сегодня мы, живущие в новом периоде, в новом времени отношений с Богом. Человек по сердцу Божьему, Давид, 29-й Псалтырь, глава 29, 5-6 стихи, Псалтырь 29, 5-6. Давид скажет такие слова. Пойте Господу святые его. Славьте память святыни его. Почему? Потому что на мгновение гнев его, послушайте, на мгновение гнев Бога по отношению к тебе и на всю жизнь благоволение его. Когда Давид обращался к Богу неоднократно, он говорил, Господи, не суди меня во гневе Твоем, пожалуйста. Когда гневаешься, не суди меня, как будто успокойся, Господь, а потом суди меня. Так вот, Давид говорит, что гнев Божий – это какие-то мгновения только, мгновения. А благоволение на всю жизнь, говорит. Благоволение на всю жизнь. Еремия, 31 глава, 3 стих, скажет такие слова. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Вот так понимали древние пророки расположение Бога. Расположение Бога. Вот так Бог приоткрывал через пророков Божьих свою добрую, святую, чистую волю. Спасение рода человеческого. Итак, друзья мои, Бог в лице Иисуса Христа подарил роду человеческому вернуть потерянный рай. Вернуть то, что человек потерял в начале своего бытия. Человек через грех, через непослушание, через грехопадение потерял право находиться в присутствии Бога. Ты думал почему? Потому что Он святой, а Его святость уничтожает все, что имеет даже тень порока. Святость Бога просто уничтожает всякое нечестие. А грех вошел в человека, поэтому святость Божья вынуждена уничтожить человека и забыть о таком творении. Но Его милость, Его любовь, Его любовь превыше всего, чем обладает наш Господь. Его любовь, Его милость превыше. Мы в новогоднюю ночь сами рассуждали о милости Божьей, которая превыше облаков, истина до облаков, а милость Его выше небес даже. Вот так говорит Священное Писание. Что ты сделаешь с этой любовью? Как ты поступишь с этой милостью Бога? Как ты поступишь с благоволением Бога к тебе? С Его расположением? Ты улыбнешься? Ты побежишь к Нему навстречу? Ты обнимешь своего Бога? Или опустишь голову и уйдешь, каким пришел на это праздничное служение? Друзья, я хочу пригласить нас подняться. Мы с вами исполним еще одно прекрасное пение. прекрасное пение слава Вышних Богу. Именно эти слова звучали из уст ангелов, небожителей, воинства небесного. Вот это вот время, когда мы будем петь с вами эту песню, эта заключительная песня на этом служении, это время, когда Бог дает каждому присутствующему возможность задуматься и пропустить через сердце свое праздник Рождества Христова. Пропустить через сердце свое расположение Бога к тебе и задуматься только об одном вопросе. Как я ему на это отвечу? Или как я ему на это ответил? Что я сказал? Вот мой Христос, на которого я надеюсь, уповаю, люблю и жду с нетерпением, ожидаю с нетерпением. Или ты скажешь ему, Господи, подожди немножко, подожди немножко, потерпи, я знаю, что ты Бог терпеливый, подожди, я еще поживу, как считаю нужным, я еще поживу, как я спланировал себе на 23 год, не очень уж вписываешься ты в мои планы. Как ты скажешь Господу? Хочу предупредить вас на основании Библии, наш Бог, Он Бог много милостивый и долготерпеливый, но оба эти понятия не вечные. Слышите? Много милости это не бесконечно, долготерпение это не бесконечное понятие. В Библии мы читаем однажды Божьему долготерпению пришло пришел конец и он говорит не вечно быть духом пренебрегаем человеками конец пришел всякой плоти на земле и уничтожил первый мир водою. А знаете о чем говорит апостол Петр в своем первом послании? Что наш мир с вами готовится к суду Божьему и он будет осужден огнем. Он будет осужден огнем. Но уповающие на Господа имеют живую веру, имеют живое обетование Бога, имеют живую надежду на вечность в присутствии Бога. Задумайте над этими живыми истинами и прими очень серьезное решение. Мы приглашаем к покаянию. К этому приглашает Господь, Который сказал совершить достойный плод покаяния. Христос, будучи на земле, говорил покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Приблизилось Царство Небесное. Сегодня оно приблизилось и к тебе. Будем петь это пение. Слава, Богу Вишних. Музыка